СПОРТИВНАЯ КАМПАНИЯ Итак, на старт, внимание, марш! Праздник Севера – знаменитый спортивный бренд Заполярья. Одно из самых ярких его событий – традиционный мурманский лыжный марафон. В этом году в долине уюта в 48-й раз спортсмены вышли на старт, чтобы пробежать свободным стилем дистанции 25 и 50 километров. Традиционно перед стартом марафона свою небольшую дистанцию пробежали самые юные спортсмены. 200 метров и 200 малышей. С такого символичного числа начался самый яркий и долгожданный этап праздника Севера. После этого забега на старте выстрелились взрослые лыжники. Что заставляет человека решиться на марафон? 50 километров – все-таки такая дистанция. Интересно, идешь ты до финиша или нет. В Мурманск Жанна Антонова приехала в третий раз, но ее список марафонов намного шире. В Демина была, в Бужевск ездила, на Сахалине была, ну и там еще несколько. А что у вас с собой? Расскажите, как подготавливались? О, Гель, Гель Карлетин. Первый ли ваш это марафон? Нет, конечно, не первый. А где еще участвовали? Какие дистанции? Ну, в основном в Питере, марафоны бегают, гонки. Ну, зимой делать больше нечего. Марш! Сколько бы марафонов не пробежал человек, старт всегда волнительный. После команды «Марш» эмоции переполняли и спортсменов, и зрителей. Лыжники слились в один большой поток и неслись с бешеной скоростью. Буквально за пару минут марафонцы исчезли из поля зрения всех, кто остался внизу. Однако нам удалось застать их после первого круга на так называемом пит-стопе. Марш! Здесь, на пункте питания, работу волонтеров кипит. Нужно успеть разлить чай, тоник, отдать его спортсменам. Здесь также есть огурцы, цитрусовые. Все, чтобы спортсмены могли восполнить баланс жидкости, набраться энергии, чтобы дальше продолжить гонку и прийти к успеху. Те, кто гнася за высоким результатом, приносились без остановок. Однако многим требовалось передышка и спокойный перекус. Класс! Возле пункта питания мы встретили спортсмена из Чехии. В прошлый раз он преодолел мурманский марафон в 2008 году. Для меня это путешествие. Не гоняю за результатом. Хочу посмотреть интересные места, интересные трассы. Ну вот, красиво. Еще бы солнце чуть-чуть больше. Приветствуем, приветствуем нашего гостя из Белоруссии! Первым к финишу пришел белорусский биатлонист Роман Елетнов. 50 километров он преодолел за 2 часа и 11 минут. Изначально спортсмен не рассчитывал на победу. Смотрел, что сегодня возможно бороться за победу, но и воспользовался этим. За счет своих быстрых лучших сегодня и хорошего состояния. Среди женщин быстрее всех пересекла финишную черту Юлия Чекалева из Вологды. Девушка не раз выигрывала российские гонки, а в 2013 году взяла две бронзы на чемпионате мира. Когда мы стартовали, думаю, блин, как плохо лыжи. А потом я прям чувствую, что у меня лыжи катят. Мне понравилось, да. Среди всех призеров лыжного марафона свободным стилем оказалась только одна жительница нашей области – Екатерина Бурянина из Манчегорска. В прошлом году она была лидером гонки, а в этот раз взяла серебро. Изначально между третьим и четвертым шла борьба, но, видимо, соперницу закисла, третьего я обогнала. И вот на заключительной почти части дистанции я обогнала вторую соперницу. Екатерина представляла на марафоне Кольскую ГМК. Компания, конечно, нацелена на развитие спорта не только высоких достижений, массового спорта в первую очередь, любительского, создания спортивной инфраструктуры в Манчегорске, на что мы, в принципе, сейчас и работаем. Всего в марафоне приняли участие больше 1200 человек. Лыжники прошли две дистанции – 50 и 25 километров. Марафон традиционно длился два дня. Участники соревновались в свободном и классическом стилях. В Манчегорске на трассах Лопарьстана разыграли путевки на корпоративные старты норникеля по горным лыжам и сноуборду. Сноубордисты Кольской ГМК состязались в открытых соревнованиях на Кубок Компании, а старты горнолыжников объединились с проведением чемпионата области среди ветеранов. Открытый турнир по сноуборду на Кубок Компании в Манчегорске стали проводить по инициативе молодежного движения Кольской ГМК 10 лет назад. Примерно столько же занимается этим видом спорта Ирина Кожевникова. А сейчас молодежь подрастает, возраст уже дает свое… Обгоняет, да? Да, да, да. Поэтому сейчас главное участвовать. Пусть молодежь борется там за призы. В этот раз соревнования собрали больше 50 спортсменов-любителей из разных городов области. Все участники говорят, приехали не только состязаться, но и провести время в компании единомышленников. Это развивается, люди смотрят, кто-то пробует, решается. Но опять же, люди встречаются, знакомятся, дружатся. В прошлом году участвовал, в этом решил тоже поучаствовать. В прошлом году какое-то место заняли? Последнее. Какие планы на этот год? Какое место заняли? Конечно, первое. Высокая скорость, зрелищные повороты, красивый финал. Сноубордисты старались не только показать высокие результаты, но и сделать шоу для зрителей. Оооо, давайте аплодисментов-то накинем номеру 20 за такую красоту на финише. Горнолыжники состязались на Лопарстане неделей позже. Вместе с корпоративными стартами в Мончегорске провели чемпионат области среди ветеранов. Самый возрастной участник Виталий Афанасьев, ему 82 года. А горнолыжный стаж больше 50. Соперников нет только. У меня группа младшая, старше 80 нет никуда. Я один, у меня теперь молодую группу. Я там последний буду. А раньше всегда из троих, да кто-нибудь призер был у нас. Атмосфера у этих соревнований особая. Многие участники – давние друзья. Поэтому соперничество между ними только на трассе. У нас Мончегорска, я из Никеля, но я его все равно намажу. Мы несколько лет... Это, чтобы снег не прилипал? Нет, это для ускорителей. Чтобы скользить. Очень дорогая штука. Но нам не жалко для друга. В специальном слаломе у каждого спортсмена две попытки. Ошибки настроения не портят. Это тот самый случай, когда победа не главное. Здравствуйте, расскажите, как проехались? Все очень здорово. А как трамплин, как дорожка? Трасса отличная, снег мягкий. Надеетесь на победу? Нет, я сошел. В соревнованиях приняли участие 100 горнолыжников. Ветераны и спортсмены Кольской ГМК состязались вместе. Но зачеты у них были разные. Ярким семейным праздником в Никеле завершился социально значимый проект «Стоем на лыжи». Его участники никельчане, недавно не умевшие кататься, прошли Никельскую милю, километровую снежную трассу. За выдачей стартовых номеров и веселой разминкой участников семейного праздника на небольшом лыжном стадионе в районе Заречья наблюдает ветеран лыжного спорта в Никеле Анатолий Дронь. Он еще до начала праздника сделал несколько кругов по километровой дистанции, которую для участников проекта «Стоем на лыжи» подготовили организаторы. Родился я здесь, на Заводской улице, в Заречьях жили. Ну, где-то примерно лет шести я уже вставал на лыжи, потому что кругом сопки, вот, страмплины делали, прыгали. А так, что у нас было в семье очень больно много, одна пара лыж и доставала себя старшему брату. Пришлось даже своему лыжи делать. Он пошел в магазин, взял бочку, разломал из-под соленых огурцов и делал лыжи себе. А потом уже, когда занимался спортивной школе, даже и массиве варил. Сегодня, говорит Анатолий Семенович, снаряжение доступно всем, но часто в семье есть по две машины и при этом ни одной пары лыж. Возродить интерес к зимнему спорту, дать шанс ощутить вкус скольжения по искрящему снегу тем, кто никогда не стоял на лыжах, решили организаторы проекта. Эффект от тренировок был виден на семейном празднике. Первопроходцами Никельской мили стала мужская половина участников. У многих пап есть лыжный опыт, а потому тут и скорости выше, и результаты плотнее. После мужчин на дистанцию отправились мамы и бабушки. Среди них и Людмила Фетченко. На лыжах стояла последний раз лет 30 назад, но благодаря социальному проекту вспомнила, как это было в юности. Узнала про этот проект в своем на лыжи. Мне очень он понравился, и я решила вместе с внуком поучаствовать в этом проекте. Вообще, конечно, этот социальный значимый проект, потому что организаторы, не хочется сказать большие слова, но они мотивируют детей на занятия спортом. Это настоящий праздник, потому что здесь собираются все, можно сказать, что хорошая лыжная семья. Конечно, поначалу было сложно, но с каждым разом все получается лучше. И, знаете, я уже задумываюсь о том, что, наверное, надо приобрести свои уже лыжи. А почему надо заниматься спортом, как ты думаешь? Чтобы укреплять ноги, руки, чтобы участвовать в соревнованиях. И быть здоровым. 9 километров за одну тренировку – таков личный рекорд еще одной участницы проекта. Никольчанка Марьям Манафова впервые в жизни встала на лыжи в прошлом году. Поскольку я родилась и выросла на юге, и как и таковой урока лыж у нас не было, да и снега, впрочем. Вот у нас представилась такая возможность научиться для таких, как я, новичков, бегать на лыжах. И я записалась весной, получается, уже прошлого года со всей своей семьей. То есть первые занятия мои, по сути, проходили тут на поляне. Я начинала все с азов, так сказать. И падала, и училась. И как бы, ну, потихонечку вот встала, побежала. Правда, я пока бегаю классическим ходом. То есть в будущем еще хочется и коньковым. То есть смотрю, как это все, насколько это быстро девочки финишируют коньковым ходом. То есть начало положено. Последними на дистанцию вышли самые юные участники проекта. Они скользили мимо лыжни, путались в лыжах, падали, но вместе с родителями всегда поднимались с улыбкой и шли дальше. Я лыжник неопытный. Раньше бывало, что стоял на лыжах. Но, так сказать, своих лыж у меня не было никогда. Вот сюда мы пришли первый раз, нам сказали, что здесь выдают лыжи, можно будет покататься. И после этого мы сами приобрели свои лыжи, так сказать, нас поставили. Авторы проекта, так сказать, на лыжах. Вот и теперь мы сюда ходим каждый выходной с удовольствием катаемся. Ну что, готовы? На старт! Веселый спортивный праздник, как и сам социальный проект «Встаем на лыжи» стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе программы компании «Норникель» «Мир новых возможностей». Сколько именно людей за полгода тренировок приняло участие в проекте, сегодня сказать сложно. Но спортивного инвентаря 30 лыжных комплектов всегда не хватало. Мы не предполагали, что будет настолько востребован. Мы думали, что да, какие-то люди придут, даже хотя бы потому, что попробовать, нужно ли им это или нет. Но они остались и до сих пор ходят и даже ждут. Следующих тренировок приходят по вечерам, на выходные. Некоторые в процессе всех этих тренировок купили себе инвентарь сами. То есть они к нам приходят, но уже со своим инвентарем. То есть мы понимаем, что на следующий год они будут ходить, независимо от того, будем мы проводить тренировки или не будем. В финале праздника организаторы наградили уставших, но довольных участников семейных соревнований. И подвели итоги конкурса «Селфи на лыжне». В городе Металлургов прошла своя полярная олимпиада. Соревновались между собой непрофессиональные спортсмены. Семьи работников предприятий «Нурникеля» из Мурманска, Мончегорска, Никеля и Заполярного. В Мончегорской полярной олимпиаде участвуют 17 семей. Быстрее всех и без ошибок игроки должны пройти четыре полосы препятствий. Со стороны задания кажутся несложными, но участникам нужно проявить сплоченность. Вот как, например, в беге с надувной лодкой. На старт, Иванов, марш! Давай, давай, давай! Ванины! 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 Вот так вот, боком прямо! Да-а-а! Громкими крипами, яркими плакатами, звонкими трещотками болельщики водоушевляют участников. С такой поддержкой стремление к победе только возрастает. Садись! Папа! Садись! Садись! На всех четырех дорожках развернулись нешуточные баталии. Судя по всему, труднее всего оказалось собрать кубик на время, пройти эту тропу удалось не всем. Одним из победителей эстафеты стала семья Озерных. Как сегодня ваше настроение? Отличное! Очень отлично! Сейчас первые, кто собрал этот кубик. В этом году Полярная Олимпиада празднует юбилей пять лет назад. Инициатором создания веселых соревнований среди семей стала компания Норники. Олимпиада для работников в компании, для их семей, для поднятия корпоративного, спортивного духа наших работников. Но помимо них мы видим сегодня болельщиков, жителей города, которые могут принять участие в аттракционах. Сложно представить зимние спортивные игры без северного колорита. За позитивный настрой самых маленьких участников отвечали аниматоры в костюмах. Организаторами даже была предусмотрена полевая кухня. Конечно, эти соревнования важны не только для того, чтобы провести большое массовое спортивное мероприятие. А это, ну, в семье такое образование целое. То есть, ну, семья сплачивается, в семье рождаются какие-то традиции. Мне кажется, сегодня победит, конечно, самая дружная семья. Уставшие, но счастливые участники ждали оглашения результата, заслуженные поздравления, аплодисменты за первое место принимает семья Ваниных. Совершенно не ожидали. Пришли, на самом деле, повеселиться за хорошим настроением, чуть-чуть подвигаться, потому что уже что-то, какой-то стопор. И, в общем, просто провести с семьей время. В соревнованиях были и другие номинации. Самый лучший болельщик, самый сильный ребенок, самая сильная мама и самый сильный папа. Последнюю номинацию забрал глава семьи Азатян. Нам понравилось все. Мы пришли сюда за эмоциями, получить хорошее настроение, зарядиться. И мы это все получили и готовы к новым победам, к новым достижениям. Проект Норникеля Полярной Олимпиады является зимним аналогом семейных корпоративных стартов, которые уже 18-й раз в этом году летом пройдут в Сочи. В Солнечный город приедут 25 команд из регионов присутствия компании, в том числе и три семьи из Мурманской области. На этом наша программа пересекает финишную черту. Но мы обязательно увидимся с вами снова через месяц на телеканале ТВ-21. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА